Как говорят сами местные хирурги, это не просто шаг вперед. Для них это шаг в открытый космос. Врачи республиканской больницы впервые провели операцию по трансплантации почки. Помогали им коллеги из московского центра имени академика Шумакова. В целом, по словам медиков, все прошло в штатном режиме. Трех часов проходили обе операции. Одна операция первая у донора началась чуть пораньше, и следом началась вторая операция. Суммарно около этого времени. Коллектив, который сегодня произвел эти операции, он был полностью подготовлен к ним. Поэтому ощущение, что мы присутствовали при очень слаженной работе профессионалов. На сложную операцию легла 40-летняя пациентка гемодиализного центра. На заместительной терапии она находилась один год. В настоящий момент пациентка проснулась. Темп отделяемой мочи у ней удовлетворительный. Жалоб о ней нет. Давление и остальные витальные функции все в норме. Теперь главное, чтобы реабилитационный период прошел благополучно. Между тем, врачи нашей больницы нацелены не только на трансплантацию почек. Старт программы трансплантации почки, он, конечно, открывает большие перспективы. И после досконального изучения и внедрения этой методики, мы планируем перейти уже к трансплантации других органов систем. Это в первую очередь печень, а в последующем, конечно, уже замахнуться на сердце. Проведение таких операций подарит десяткам пациентов с хронической почечной недостаточностью шанс на совершенно новое качество жизни. Больные больше не будут привязаны к аппаратам гемодиализа и смогут полноценно наслаждаться жизнью. Юлия Пермякова, Новости дня.